Пахая годзаймас! Здорово ночевали! В заключительную серию оффлайн тренировок, так как режим самоизоляции в Волгоградской области практически завершен, какие-то ограничения, конечно, еще сохранились, тем не менее, сегодняшнюю тренировку я решил посвятить некоторым аспектам выполнения Томесы Гири, потому что это одна из основных дисциплин в любой школе японского клинка. В России традиционно Томесы Гири считалось чем-то сакральным. Обладатель Шенкена приравнивался к обладателю космического корабля. На самом деле Томесы Гири это базовая дисциплина. Макивара не может дать сдачи, и вы просто нарабатываете скорость, точность реза, ставите технику рук нанесения резов. И сегодня мы об этом и поговорим. На основе резов, которые выполняются с извлечением клинка, йоку и чимончи, и восходящей одноручной кириаги. Проблема. Всегда человек, выполняющий Томесы Гири, хочет сыновку разрубить. Он извлекает клинок из ножен, и либо делает дозамах, либо уводит руку вместе с клинком еще дальше влево, для того, чтобы нанести рубящий удар. Катана, режущий рубящий оружие. Поэтому все резы должны быть, при выполнении всех резов, цукокасера должна быть направлена в центр максимально. Максимум, что мы себе можем позволить, это вот здесь, легкое отведение, и то это на начальных степенях обучения. Как выполняется более или менее правильно техника рассечения. Восходящий косой рез кириаги. И горизонтальный рез Йоку и Чимончи, который является одним из сложнейших, как в работе ката, так и при выполнении Томасы Гири. Помним о том, что клинок не нужно уводить в сторону, не нужно рубить, не нужно делать дополнительные замахи. При выполнении Томасы Гири, при выполнении резов, восходящего кириаги и горизонтального Йоку и Чимончи, всегда визуализируйте перед собой противника. Если вы будете уводить клинок в левую сторону, желая выполнить рубящий удар, вы тем самым открываете всю эту сторону и тем самым замедляете рез. Рез должен быть быстрым. И тогда, когда вы поставите рез, не будет зависеть от того, закреплена ли ваша циновка на колышке, стоит ли она незакрепленной, либо вы работаете вообще с совсем-совсем легкими мишенями. Продолжение следует... Надеюсь, это видео будет вам полезно. Как показывает практика, те, кто занимался, те, кто проводил тренировки, тем не мешает ни коронавирус, ни какие-то дополнительные проблемы, но и те, кто не занимался, эти случаи мы не рассматриваем. Видео будет размещено на моем канале YouTube. Ссылки на него будут размещены в наших группах в Facebook и ВКонтакте. Если будут вопросы, пишите, звоните, обращайтесь. Был рад поработать с вами все это непростое для нас время. Аригато гадзамашта. С Богом.